МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Снегубой. Кто и как прибирает дворовые территории зимой? Бодрящий хвойный запах. Как продлить жизнь новогоднему дереву в домашних условиях? Ярко и празднично. Саровские предприниматели украшают своей организацией к Новому году. Далее расскажем обо всем подробно. На Земле не осталось континентов, свободных от пандемии. Первые случаи коронавируса зафиксировали в Антарктиде. Там заразились 36 сотрудников Чилийской научной станции. Между тем, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что через несколько лет COVID-19 будет вызывать меньше осложнений. Он подчеркнул, что коронавирус изменит свои свойства, так как бактериям в первую очередь нужно выжить во внешней среде и не убить своего хозяина. Следовательно, ковиду придется видоизменяться. Через 5-7 лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сказал инфекционист. То же самое, по его словам, сейчас происходит в Великобритании. Вирус стал заразнее, но тяжелых последствий нет. В России почти неделю количество заболевших коронавирусом в сутки не опускается ниже 28 тысяч. Лидирует по числу зараженных задней столицы, Санкт-Петербург и Московская область. За все время эпидемии в столице зарегистрировали более 2 миллионов 900 тысяч случаев коронавируса. Свыше 50 тысяч не справились с болезнью и скончались. В Нижегородской области ковид-19 заразились еще 503 человека. В Сарове список зараженных коронавирусом пополнили 175 горожан. Лопаты, метлы, бубкаты. И, конечно, люди, которые ловко орудуют рабочим снаряжением и техникой, чтобы очистить саровские дворы от снега. И хотя осадков выпало немного, на тротуарах и дорогах он быстро превращается либо в грязную кашу, либо в накат. А это уже грозит гражданам травмами. Поэтому снег нужно своевременно убирать. О том, кто и как очищает дворы, расскажем в следующем репортаже. 25 единиц техники и около 100 работников убирают снег на внутриквартальных территориях. Но это в обычные дни. В периоды больших снегопадов количество техники и людей значительно увеличат, чтобы вовремя очистить дороги и тротуары. При необходимости мы привлекаем, соответственно, и рабочих текущего ремонта. То есть здесь и дворники, и плотники, и кровельщики, и электрики. У нас чистят входные площадки, когда обильный снегопад уборщицы лестничных клеток. Ну и, в принципе, даже рабочие мусоропроводы мы также привлекаем, когда обильные снегопады к уборке территории. Пока мы работаем в штатном режиме. Начало зимы выдалось малоснежным. Но даже тонкий слой снега на дорогах не оставляют, чтобы избежать образования наледи и колейности. Дороги и тротуары посыпают специальной смесью. Мы закупаем ежегодно реагенты. Территория, покрытая льдом, она посыпается песко-соляной смесью. В входные площадки, во избежание того, чтобы эта грязь заносилась в подъезда, мы используем реагенты. Вот именно они. Это не соль в чистом виде, как у нас люди говорят. Это средство убирает скользкость, и ледовые корки на тротуаре становятся шероховатые. Прибирают дворы и внутриквартальную территорию по графику, которые публикуют в городских газетах. Также его можно посмотреть на сайте администрации. Сотрудники центра ЖКХ просят горожан ознакомиться с расписанием и не оставлять в эти дни автомобили во дворе, так как они мешают уборке снега. Во время обильных снегопадов развешивают дополнительные объявления на подъездах домов. Мне хотелось бы в преддверии новогодних праздников поздравить всех жителей города Сарова и работников МУП-центра ЖКХ, которые находятся всегда на передовой, стараются максимально принести пользу нашим жителям, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья в наше нелегкое время, добра, мира, удачи. С праздником с наступающим. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В сквере на проспекте Мира завершается устройство фундамента памятника Андрею Сахарову. На эти работы правительство Нижегородской области выделило 600 тысяч рублей. Также в сквере установят дополнительные скамейки и урны. Памятник установят в следующем году. Его открытие приурочат столетию великого ученого. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госкорпорация «Росатом» организовала виртуальную площадку по празднованию Нового года. На портале atom75.ru 28 декабря покажут арктические новогодние выпуски проекта «Физики и лирики». 31 декабря на этой площадке пройдет собственный атомный огонек. Новогодние передачи от проекта «10 песен атомных городов». 7 января на сайте дети смогут посмотреть мюзикл «Рождественская сказка» от проекта «Нукиц». В России стартовала акция «Новогодние окна». Она будет проходить по 31 декабря в формате онлайн-флешмоба. Участники акции должны оформить окна своих квартир и домов с использованием рисунков и картинок. Затем опубликовать в социальных сетях фотографии украшенных окон с хэштегом «Новогодние окна» и описанием семейных традиций, воспоминаний с детства и другими тематическими текстами. Детский сад номер 42 стал победителем седьмой метапредметной олимпиады школы «Росатома». В номинации «Приз зрительских симпатий» лучшим стал мультфильм «История одной доски» команды «Мультимагия». Финал олимпиады проходил дистанционно. За победу в конкурсе боролись 20 команд победительниц муниципальных этапов. С 1 января 2021 года знак «Инвалид» перестанет действовать. Водителям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы получить право на бесплатную парковку, нужно будет оформить электронное разрешение. Для этого до 31 декабря 2020 года гражданам, пользующимся автомобильным знаком «Инвалид» необходимо подать документы онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов или личного МФЦ. Получить разрешение на бесплатную парковку на автомобиль могут водители-инвалиды первой или второй группы, или человек, который перевозит инвалидов, в том числе и ребенка с инвалидностью. Бесплатная парковка также предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. Для внесения автомобиля в реестр необходимо указать марку и номер транспортного средства, а также период, в течение которого планируется пользоваться бесплатной парковкой. Онлайн-регистрация дает возможность вносить краткосрочные данные и обновлять их много раз. Это необходимо, к примеру, при заказе такси, на котором инвалид перемещается по городу. В этом случае такси в течение указанного времени имеет право беспрепятственно останавливаться на местах для инвалидов. После указания данных они вносятся в реестр в течение 15 минут. Искусственная или живая? Один из главных вопросов накануне Нового года. Ель и синтетических материалов стоят недешево, но служат долго. К тому же ставить и убирать такое дерево довольно просто, чего не скажешь о живой хвойной красавице. К тому же через несколько дней у нее начинают осыпаться иголки. Как продлить жизнь еле в домашних условиях, чтобы максимально долго любоваться ее красотой и вдыхать хвойный аромат? Без чего не мыслим Новый год? Конечно, без подарков. На Западе Санта кладет их в рождественские носочки, которые развешивают у камина. В России Дед Мороз оставляет подарки под елкой. Пушистая красавица уже давно стала символом волшебного праздника. В канун Нового года ее украшения становятся семейным таинством. Как правильно выбрать дерево, иглы которого не начнут обсыпаться уже через несколько дней? На что следует обратить внимание при выборе вагоневого дерева? Во-первых, на состояние иголок. Иголки на ощупь должны быть гладкими. Кроме того, иметь однородный цвет от основания до самых кончиков. Проверить качество дерева также можно, оторвав от него одну хвоинку и растерев ее пальцами. Она должна приятно пахнуть и выделять маслянистую жидкость. Еще можно провести рукой вдоль ветки с иголками. И если на ладони останутся иглы, то дерево недолго простоит у вас дома, рассказал Андрей Ковалев. Самыми стойкими хвойными деревьями для дома считаются пихты. Пихта способна простоять дома до осыпания порядка двух недель. Сосны стоят меньше, где-то 12 дней. И традиционная для нас елка стоит в среднем где-то около 10 дней. Если вы хотите, чтобы елочка радовала вас на протяжении всех новогодних праздников, устанавливайте ее не раньше 25-26 декабря. Срубленное дерево долго хранится при низкой температуре. И если вы купили ель заранее, лучше хранить ее до установки в гараже или на холодном балконе. Елку устанавливаем в отдельную емкость. Этой емкостью может быть как специализированные контейнеры, которые продаются обычно там же, где и елки, так и обыкновенные ведра. Если высота елки больше метра 80, я советую все-таки использовать обычное глубокое ведро для большей устойчивости. Если вы заботитесь об экологии, откажитесь от срубленных деревьев в пользу саженца ели. Они продаются в канун праздника во многих магазинах. Весной его можно высадить во дворе, чтобы через пару лет наряжать настоящую живую елку. Субтитры создавал DimaTorzok В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они предложения депутата. Согласились не упоминать коронавирус один день 53% респондентов. Не поддерживают эту идею 29% участников опроса. Искрящиеся гирлянды, яркая мишура и, конечно, елки всех размеров и оттенков. Бизнесмены Сарова украшают свои организации к Новому году, создавая у граждан праздничное и позитивное настроение. Окна, витрины, входные группы. Ничто не остается без внимания и привлекает посетителей. Об участниках новогоднего конкурса для предпринимателей «Елка-фест» расскажем в следующем репортаже. В этом году торговый центр Куба начал готовиться к праздникам одним из первых. Атмосферу торжества и радостного ожидания можно было почувствовать уже в начале декабря. Коридоры украсили шарами и звездами. Рядом с эскалатором выросла красавица-елка. А у центрального входа появился огромный торт, который каждый день ровно в 16.00 начинает ослепительно сиять новогодними огнями. Праздничная инсталляция с первого взгляда дарит тепло и радость, полюбилась горожанам и даже главного зимнего волшебника не смогла оставить равнодушным. Горожане, с Новым годом! Торговый центр Куба поздравляет вас с окончанием коронавирусного 2020-го и встречей 2021-го, хорошего, отличного года. А нам, от всех, от управляющей компании торгового центра Куба, от его собственников, горожанам в подарок, ТОРМ! Островок красоты и комфорта. Каждая женщина мечтает быть неотразимой, чувствовать себя единственной и неповторимой. Создать свой образ, в котором внешний вид дополняют легкая походка и плавные движения. В магазинах нижнего белья «Ажур» и «Меловица» каждая девушка найдет то, что нужно именно ей. Огромный выбор белья, модные и удобные одежды для дома и сна, носков и колготок. Демократичные цены и разнообразный ассортимент удовлетворят самых требовательных клиентов. И все это в атмосфере новогоднего волшебства. Каждый год мы украшаем свой магазин нижнего белья «Ажур» и «Меловица» к Новому году, чтобы они были красивыми, праздничными, радовали горожан новогодним настроением. В этом году мы решили украсить все иначе, сделать более красиво. Вместо снега положили синдепон, елочку украсили новогодними однотонными шарами. На манекен мы повесили домашний костюм, чтобы он был похож на снегурочку. И завершила картину переливающейся всеми цветами радуги и мишура. Все горожан поздравляем с наступающим Новым годом. Приглашаем за подарками себе и своим любимым. В клинике «Мой доктор» к созданию новогоднего настроения подошли ответственно. Сотрудники постарались создать теплую и уютную атмосферу. У них это, несомненно, получилось. Важно, чтобы особенно в канун Нового года больница ассоциировалась не с переживаниями и страхом, а с помощью и заботой. В этом году нам, наверное, как никогда хочется, чтобы наступил праздник, чтобы мы могли отдохнуть, мы могли поздравить своих родных и близких. И украшение, мне кажется, для этого лучший повод. Мой доктор – женская клиника. Здесь заботятся о здоровье прекрасной половины человечества. Современное оборудование позволяет пройти весь комплекс исследований и установить точный диагноз. Чуткие и внимательные специалисты помогают будущим мамам подготовиться к особому событию в их жизни – рождению малыша. В наступающем году мы бы хотели пожелать всем, в первую очередь, конечно, здоровья, чтобы те планы, которые не сбылись в 2020 году, пусть сбудется в следующем, в 2021 году. И, конечно же, пусть все будут здоровы. Маленький олененок Элиот радостно встречает покупателей магазина «Востоксервис». Магазин сотрудники украшали, стараясь использовать только корпоративные цвета – синий и серый. Мы решили украсить магазин к Новому году, чтобы подарить максимум положительных эмоций для жителей нашего замечательного города. Создать настроение праздничное, яркое и беззаботное. «Востоксервис» – это не просто спецодежда, а гарантия безопасности и комфорта на работе. Средства индивидуальной защиты, одежда и обувь для работников различных профессий, а также для ремонта, хобби и активного отдыха. Вся продукция сертифицирована, что подтверждает ее качество и безопасность использования. Уважаемые жители города Саров, от лица компании «Востоксервис» я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю успехов, удачи, благополучия и, самое главное, здоровья в уходящем и наступающем году. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!